Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это второй наш выпуск Карьеры за Барселону. Итак, в первом выпуске у нас стал вопрос над тем, что мы либо покупаем Неймара, либо улучшаем второй состав. Естественно, в группе ВКонтакте вы проголосовали, что не единогласно, конечно, но все-таки мы берем Неймара. Так что давайте прямо сейчас мы и начнем, уже свяжемся с ПСЖ и постараемся его подписать, так как вы в группе ВКонтакте это захотели, но я тоже был этому не против. Итак, 105 миллионов у него текущая цена, я предлагаю, давайте где-нибудь 150 миллионов мы за него заплатим. Просто посмотрим. 195 хотят, мы, естественно, будем торговаться. 170 постараемся. Все, за 170 миллионов ПСЖ согласились, мне кажется, можно было даже и подешевле, там за 165 попробовать. Но вот теперь Неймар будет именно уже с нами разговаривать, лично с агентом. Наверное, его отец придет, но не сильно-таки похож, но, наверное, не он вообще. Темнокожий, я помню, у него отец был. Так, ключевой. На 4 года хотят. Отступные. Естественно, мы отклоняем. И вот такую зарплату. 400. Исключаем бонусы. Мне кажется, это очень большой подписной бонус, поэтому 3 миллиона только я могу. Все, вот так нормально. Ну что же, мы подписали Неймара, как вы и просили, но также я читаю еще и комментарии под роликом. И также был комментарий, в котором попросили вместо Суареса купить Габриэля Джезуса, а вместо Серхио Бускеца купить это у нас Сауля из Атлетика. Ну что же, Габриэля Джезуса мы найдем. Также мы найдем Сауля. И все уже порешаем вместе, когда посмотрим, сколько они оба стоят. И также будем тогда, наверное, выставлять на трансферы Бускеца и Луиса Суареса. Ну что же, у нас после трансфера Неймара еще остается 155 миллионов. Теперь мы во втором стае вместо Алины ставим сюда Де Йонга. Ну а теперь переходим в первый состав. И все-таки СФДшник Гризман, мне кажется, лучше будет все-таки смотреться. И на позицию вот сюда Неймар у нас встает. Ну также давайте посмотрим, какой номер все-таки получил у нас Неймар в клубе. 14 номер, но мне кажется, это не то, что... Ну и самому как-то это даже смотреться будет не очень. Он вроде как под девятым номером играл, седьмой есть. Давайте ему дадим 11, а Усман Дембеле как раз будет под седьмым номером. Если я не ошибаюсь, действительно Неймар под 11 играл в Барселоне. Ну вот, что теперь насчет следующих у нас. У нас есть Габриэль Джезус, за которым мы пока что последим. Есть также Сауль. До соточки, говорят, можно с ним договориться. До 82, ну а примерно у него стоимость пол... 50 миллионов евро. У Джезуса пока что неизвестно. Так что мы дождемся, когда нам все будет известно про Габриэля Джезуса. Я не знаю теперь, где мне его найти здесь. Сколько за ним следить будут? Вот здесь. 9 дней. Ну и ничего, мы подождем. Ну и также будем уже потом выставлять Луиса Суареса на трансфер. И Сергея Бускетс. Также давайте оценим их примерную трансферную стоимость. У Луиса Суареса она составляет 53 миллиона. Ну, не знаю. Примерную стоимость мы только его отобьем за Сауля, можно сказать. Ну и также наш Сергей Бускетс примерно столько же стоит. У Бускетса 300 тысяч евро зарплата, у Суарса 350. Не знаю. Но попросили это вы. Я просто делаю то, что вы просите, потому что это народная все-таки карьера. Так что здесь, мне кажется, правильно будет именно так и делать, прислушиваться к вам. Ну и теперь у нас игра против Альхилляля. Полуфинал предсезонного турнира. Мы сегодня отыграем полуфинал и финал. И уже в третьем выпуске мы начнем наш старт сезона. И уже к тому моменту, мне кажется, мы определимся там с Саулем, с Джезусом, с Суаресом и с Сергеем Бускетсом. Ну вот такой вот состав у нас. Естественно, будут у нас выходить некоторые игроки. Итак, предсезонный турнир. Это полуфинал уже. Но и мы, конечно, с небольшим таким треском мы все-таки вышли из группы со второй строчки и попались на Альхилляль. А Тоттенхем, который попался, занял первую строчку в группе, он попался на Ливерпуль, которые заняли вторую строчку в группе Б. Ну и вот так вот старался-старался Тоттенхем, но все-таки соперники им получше и посильнее для того, чтобы посмотреть на готовность состава перед началом сезона. Ну а у нас хороший соперник в полуфинале. Ну и первый наш состав с Неймаром уже точно выйдет против одной из английских команд. Там либо Ливерпуль, либо Тоттенхем. Либо мы отомстим за наш вылет в полуфинале Лиги Чемпионов в прошлом году, либо мы отомстим за то поражение 2-1 в группе предсезонного турнира против Тоттенхема. И вот здесь вот Фрэнки Де Йонг отлично будет, наверное, главный звездой в этом составе. И Абель Руиз просто так аккуратненько закатывает с голевой от Фрэнки Де Йонга. Ну действительно, один из ключевых игроков, это ключевое приобретение Барселоны в этом сезоне было на позицию полузащитника. Но и вот он теперь у нас будет выступать во втором составе. Кстати, практику, если я не ошибаюсь, больше у нас, наверное, будут все-таки игроки второго состава получать, нежели чем первого. В плей-офф сразу бы на Ливерпуль. Видаль, отлично видать. И пробьет ближний и попадает в штангу. Да, победа минимальная над Альфелялем в полуфинале третий-зионного турнира 1-0. Но нам главное здесь была именно победа, а не то, сколько мы забьем. А, между прочим, Тоттенхем и Ливерпуль сыграли в ничью, но по пенальти все-таки проходит дальше Тоттенхем. И с ними мы встретимся и отомстим за то поражение в групповом этапе. Итак, приходит нам призов фонд. 3,5 миллиона мы получаем за эту победу над Альфелялем. Ну, а Руиз у нас 69-го рейтинга становится. Ну, я бы также хотел бы немножко бы в этой именно серии разобраться с теми игроками, которыми я не хочу пользоваться во время сезона. Их у нас много. Ну, и будем их просто отдавать в аренду. Ну, а некоторых мы действительно будем продавать. Это либо Суарес, либо Бускетс. Мы можем их обоих потерять в этом сезоне. Есть также еще Ореол Бускетс, который играет в Твенте. Не знаю, брат ли это Бускетса старшего, но у них разница 10 лет. Ну, и также, друзья, я бы хотел бы все-таки отозвать Филиппа Каутиньо за вот такие вот копейки. За 3 миллиона я верну Каутиньо обратно в состав. Мне он сам по себе нравится. Поэтому он будет у нас играть во втором составе. Так что я все-таки новый тренер, поэтому я здесь и решаю. Я немного такие потратил. 3 миллиона всего лишь за Филиппа Каутиньо. Это очень отличный игрок. Думаю, у нас с финансами потом проблем сильных не случится. Ну, также давайте сейчас посмотрим на сделки, продажи футболок. Вот, уже 10 миллионов мы просто за одну неделю продаем футболки. Да, 170 миллионов мы потратили на Неймара. Оно сейчас пройдет еще немного времени. Мы практически одной недели покрыли бы 3 перехода обратно к Каутиньо из Баварии из аренды, если так бы отзывали. Так что здесь мы все пока что нормально сделали. Другая команда интересуется. Так. Суарес как раз. Так. Ну, здесь наши мнения совпадают. Итак, нам нужно, друзья, действовать очень быстро. 38 миллионов предложил Интер за Габриэля Джезуса. Это копейки практически. Поэтому я предложу примерно, начну сейчас торговаться с Манчестер Сити, там сейчас с Хасепом Гвардиолой. За 35 попробуем подписать. Вот он. Не знаю, как будет относиться к этой сделке. Все-таки со своим бывшим клубом практически, когда он тренировал здесь. И внимание. 53. Но да, я так и понимал, что что-то не чисто здесь было. Может быть, это просто слухи распространялись, что Интер хотел подписать Джезуса. Но за 45 миллионов мы договорились с Джезусом. Так что все хорошо. Сейчас мы покупаем за копейки Джезуса. И плюс небольшой. Но мы выйдем там на миллионов 10-15. От продажи Суареса мы его сразу же продадим. Ну, ключевой, мне кажется, фигурой будет говорить Джезус. Так не пойдет. Не регулирует. Мы сейчас как бы продаем Суареса. Так что вы у нас хоть как будете регулярными. На 5 лет Джезус. Здесь хотя бы он согласен. Отступные еще хочет. Я не люблю отступные. Так что откажемся. Ну и что? Зарплата. Зарплата вот этот и минус. Я сейчас не знаю, какая у него актуальная зарплата. Честно. Потом предложу 100 тысяч евро. Ох, почти попал. Могли сейчас сорваться наши сделки. Они хотят чуть-чуть побольше. Но мы убираем бонус. И они согласны за 120 евро в неделю. За 120 тысяч евро в неделю. Но теперь у нас также Луис Суарес. Луис Суарес 69 примерно там миллионов предложили. Можно сторговаться начиная с 64, но они уже как бы это начали. До 93 миллионов мы можем цену поднимать. Я бы поднял бы до 80 миллионов. Давайте лично будем встречаться. 80 миллионов, мне кажется, за Суареса можно такую цену дать. Хоть у него и текущая. 53 миллиона. Главное, чтобы сейчас не убежал он сразу. Отлично, все, за 80 миллионов они согласны. Теперь главное, чтобы Луис Суарес ушел. Иначе просто кто-то не будет получать именно практику. У нас Джезуса мы подписали. У него 25 номер. У Луиса Суареса 9. Так что сейчас, когда уйдет Суарес, мы отдадим Джезусу 9. Ну что же, а у нас финал против Тоттенхэма. Главная сделка это пока что именно наш. Переход Неймара в Барселону. Также переход Габриэля Джезуса. Волкер также перешел в Манчестер-Сити. Потому что у Ювентуса... Волкер из Манчестера пришел в Ювентус. Потому что Ювентус как раз отдал Манчестер-Сити Жоа Концелло. И теперь правозащитник. Главная проблема Ювентуса. Перейра тут в Берту перешел. Но нам это не сильно интересно. Мы все-таки отыграем сегодня последний матч Луиса Суареса. И он перейдет в немецкую машину. Ну и пожелаем ему удачи. Ну и вот он, Неймар. В этом сезоне действительно многие хотели, чтобы все-таки Неймар перешел в Барселону. И вот мы воплотили... Я как сам болельщик Барселоны воплотил эту мечту. Мне кажется, уже многие так делают. Фи-фу две подряд. Наверное, уже так можно было делать. Покупать, возвращать Неймар обратно в Барселону. Ну что же, вот он, финал. Тотенхэм против Барселоны. Тотенхэм снова играет в финале. И мы сегодня постараемся его выкинуть из этого турнира. Снова с треском. Не имел никакого отношения к тому, что Реал три раза подряд выиграл Лигу Чемпионов. Я считаю, что это полностью заслуга Крещано Роналдер была. Но вот Эриксон забивает нам. И нам снова придется, друзья, с вами отыгрываться. Один удар, один в ствол у Тотенхэма и у нас тоже. Но они забили единственным своим ударом. Ну нет. Просто, вот сейчас смотрите, я даже покажу вам просто. Два удара, два в створ, два гола. Это что? Торштегин один из лучших вратарей мира. И вот так вот от Тотенхэма. Ну это просто дичь какая-то. Никакого сейва. А у нас просто даже нам не дает оборона от Тотенхэма пройти. И даже до штрафной. Проигрываем финал. По статистике абсолютно дичь какая-то. Да, они начали уже в концовке, естественно, наносить удары. Но почему-то у нас тоже было два удара, два в створ. Но почему-то голов у нас не было. Отбор мяча, именно вот эти 10, они возле штрафной. Я не понимаю, что это за такая защита. Какой великий Роуз отбирал мячи у Лионеля Месси. Я просто вот это не понимаю. Но хоть один турнир какой-то выиграл у Тотенхэма в этом сезоне, да и вообще в последние года. Итак, Альба в Тотенхэм нет. Так, у МТТ дискалифицирован, но вообще без разницы. Сейчас главное, чтобы у нас получилось продать Суареса. А после этого уже будем мы думать. Да, Суарес продан, это отлично. Суэнсу мы отдаем в аренду все это. Ну а теперь мы будем пытаться продавать Бускетса. Он с 2008 года был в Барселоне, уже 11 лет уступает. Но все-таки под конец его каверы мы отдадим его на трансфер. Ну а Луис Суарес стал, наверное, там, да, вторым по значимости трансфером в это летнее трансферное окно. Но Бавария не скупилась на возрастном игроке сборной Уругвая и Барселоны. Ну и подписали. Итак, все идет, это еще у нас только про молодняк, аренды всякие. Я быстро на них соглашаюсь. И все жду, когда будет нам, наконец-то, предложение по Бускетсу. Так, эти сданы в аренду. Следующие. Даны сданы. Отступные выплачены у Семеду. Нам надо быстрее, я знаю, это все как надо делать. Бегом нам надо с Семеду переподписывать контракт. Вот. Переговоры. И убрать у него отступные. Иначе у нас сейчас Бавария вообще всех игроков выкупит. Ну ключевой у нас Семеду. Четыре года пойдет. Отступные? Нет. Хватит меня с вами отступными. Зарплата. Давайте. Сколько вы хотите. 110 вам пойдет. 115 хотят. Но вот эти вот всякие бонусы я вообще не люблю. Так что пойдет им. Хватит. Все, слава богу, мы успеваем сохранить у Семеду. Иначе бы сейчас Бавария бы у нас бы его выкупила. Пике хотят купить в Дортонскую Барусию. Мы отклоняем. Вот. Выкупили его. Хотели уже за отступные здесь. Мы, естественно, сорвали эти переговоры. И просто переподписали контракт с Семеду. Ну, это все молодежь. Молодежь у нас берут, но мне нужен бускец. Мне просто нужно его куда-то деть. Его вообще без проблем могу во второй состав поставить. Либо оставить его в первый. Ракитича убрать во второй состав. Всякое такое там сделать. Вот. Вот отсюда, например, поставлю сюда Сауля. А вот сюда вот вместо бедали могу. Ну, это вообще без разницы. Ну, просто написали именно в комментарии вместо бускеца Сауля. Так что я вообще не против. Хоть бускец и легенда клуба лучше практически опорник мира. А тем временем у нас Руиз уже рейтинг 70. Буквально за две тренировки качнул себе плюс два к рейтингу. Серджи Роберто хотят купить в Валенцию. Но мы отклоняем. Давайте пока что сделаем вот так вот. Мне не принципиально вместо кого покупать Сауля. Вообще. Так что давайте бускец. Ракитич. Видаль. Мы их просто выставим на трансфер. Если кто-то заинтересуется ими. Мы одного. Вот тут этот баг меня постоянно бесит. Как вы видите сейчас просто игрока. Вот. За кого первого предложат сумму. Того мы продадим. Ну, а вместо него мы уже и купим Сауля. Надеюсь, что это предложение. Нет, это все еще молодняк. Чему никто не хочет купить. У нас Ракитича. Видали. Бускец. Это одни. Вот она, кстати. Это теперь менюшка вот так вот меняется. Под чемпионат Испании. Умтити в Ювентус. Нет. А вот как раз Ракитича могут купить у нас. Это хорошо. В ПСЖ максимум 56 миллионов. Можно. Ну, давайте. Мы и попробуем продать Ракитича за 56 миллионов. Ну, вот вместо Ракитича мы купим именно Сауля. Как нас и просили вы в комментариях. 50. Не хотят за 56. 53. Вот за 53 ПСЖ согласен. Но, а раз мы продаем уже Ракитича, мы надеемся, что у нас все получится. Мы начнем переговоры с Саулем. Мне кажется, если мы будем подписывать Сауле, то Ракитич увидит, что на его позиции уже куплен хороший полузащитник и согласится с ПСЖ. За сколько купить? За 60 давайте попробуем. Естественно, сейчас согласится Атлетика. Нет. 84 хотят. 75 попробуем. Ну, действительно, Сауль это очень прогрессивный игрок. За пару сезонов ему можно рейтинг 89 сделать. Ну и все. Теперь уже только с самим испанцем мы проводим переговоры. Ротационный. Принимаем. Вообще, он бы у нас бы часто играл бы в составе. Да, все прям как мы хотим, без отступных. Зарплата. Зарплата. Ну, я не знаю, что у него такая низкая зарплата в Атлетика. 77 тысяч евро. Мы 100. Что? Сколько у тебя? У него 77. Ладно, через недельку, друзья, мы попытаемся. Это у нас будет 18 число. Ну, как раз в следующем выпуске мы подпишем Сауле. Не все же сразу подписывать. Ну и зарплатой мы там у него решим. Значит, ему надо больше 100 тысяч евро в неделю. Дембери 85, Тадибу 73. Неплохо качаются у нас. Молодые игроки. Ну и главное, чтобы сейчас именно у нас Ракидич ушел. Пена. Руиза в аренду. Да, без... Так. А он у нас вообще стоит? Да. Так, а кто у нас тогда... Нет, нам нельзя отдавать Руиза, потому что кто у нас будет тогда играть на позиции нападающего во втором составе? Что я об этом не подумал. Ну и пена задана. Ну и ждем, когда уже Ракидич согласится. Ракидич продан, это отлично. Появились у нас деньги. Вот, все. 49 нам, ну 50 считаем, миллионов нам добавили к бюджету. Теперь Неймар. Тренер, я знаю, что в призенке выглядело не очень здорово, у меня были трудности, но я теперь с ними справился. Если вы поставите меня, став на матч против Бильбао, я покажу, как много значат для команды. У каждого бывают черные и белые полосы. Ты ключевой игрок в клубе Барселоны, и у меня нет сомнений, что ты наберешь форму с началом сезона. Но он один матч сыграл, и уже начал загоняться. Ну хотя бы он это понимает. Я в хорошей форме, прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь, вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Бильбао. Смедор, ты, естественно, будешь там, так что я говорю, что я подумаю. Так, ну что ж, друзья. Считайте, купим мы за 75 миллионов Сауля. Останется у нас приблизительно 187 миллионов. И также решайте, может быть мы еще напишите позицию именно центрального нападающего, которого можно за 187 миллионов купить. Хорошего такого, но чтобы он все-таки не сильно был сильнее Джезусу, можем купить. Кстати, да, я не буду говорить, кого я куплю. Все, не пишите, напишите только про центрального защитника. Все, на этом я решил. Вы пишите центрального защитника, которого хотите, чтобы мы подписали именно на позицию Тадибо во второй состав. Ну, а на позицию центрального нападающего я знаю, кого я подпишу. Я надеюсь, что мне это получится. Ну, а сейчас мы посетим пресс-конференцию перед началом сезона. И на этом мы с вами и закончим. Клуб Барселона прекрасно провел пресс-сезонный период. Как вы считаете, вам удастся перенести эту форму в регулярный сезон? Будем надеяться, что мы продолжим выигрывать. Именно для этого мы очень напряженно и ежедневно работаем на тренировках. Достижим ли титул в этом сезоне? Мы ставим задачу победить в каждом турнире, в котором участвуем. И в том числе в лиге. Ракитич покинул команду. Барселона уже приобрел замену. По вашему мнению, Артур сможет закрыть эту брешь в составе. Но мы не раскрываем все карты насчет Сауля. У нас есть качественный игрок. Скажем так, Ракитич шел, и Артур является его идеальной заменой, на мой взгляд. Он ключевой игрок. И он способен сыграть так, чтобы скоро никто и не вспомнил, что был такой Ракитич. Все, пожалуйста, что мы ответили на ваши вопросы. Сону также перешел в Мадридский Реал. Вот теперь все в новостях. Хорев хочет выиграть все. Но это действительно. Также еще и Ливерпуль выиграл Суперкубок. 4-1 обыграли Челси. Салах стал лучшим игроком. Но вообще это нормальная такая сделка была сделана. Насчет Неймар к нам, Ракитич к ним. А вот, кстати, защитники, на которых стоит обратить внимание в 2019 году. Пике. Альба. Ван Дайк. И Ленгле. Трое из четырех защитников, на которых стоит обратить внимание, это именно из Барселоны. И это очень хороший знак. То есть у нас одна из лучших, говорят, оборон практически. Но если бы был Ван Дайк, конечно, было бы все намного лучше. Так что, друзья, все в ваших руках. Вы написали мне купить Джезуса. Вы написали мне купить Сауля. Сауля мы купим обязательно в следующей серии. Но также пишите теперь насчет центрального защитника какого-нибудь. И я его обязательно куплю. Но там не Ван Дайка такого уровня. Чуть ниже вот 87 рейтинг. Примерно уровня Ленгле. Так что, я думаю, мы друг друга поняли. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok